Доброе утро! Продолжает вещание. И я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах плюс 1, плюс 5 градусов. Днем плюс 15, плюс 20. Местами плюс 5, плюс 10 градусов. В Черкесии переменная облачность. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 18 градусов. Сегодня в республике день памяти жертв депортации карчаевского народа. 2 ноября по традиции вспоминают всех, кто в тот страшный морозный день 43-го подвергся насильственному переселению. Причины той трагедии шерифат Лепшокова обсуждала с нашим гостем, кандидатом исторических наук Шамилем Батчаевым. 2 ноября. Дата трагическая и вместе с тем очень особенная для каждого карачаевца. 78 лет назад произошло то, что останется с нами уже навсегда. Шамиль, мне бы хотелось услышать ваше мнение как историка. Могла ли ситуация тогда сложиться по-другому? Или маховик террора уже был запущен и народ был обречен? Но мы также помним, что идеи депортации кавказцев возникали, а в чем-то и реализовывались еще до революции. Как известно, в истории нет сослагательного наклонения. И сегодня мы можем только предполагать, как бы могли развернуться события на Северном Кавказе, в частности, в годы войны. Мне кажется, главной причиной, способствующей проведению таких бесчеловечных и, так скажем, антизаконных, противозаконных мероприятий, как переселения с мест проживания целых народов, начиная на Северном Кавказе, первые испытали карачаевцы, дальше калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, другие народы до карачаевцев, еще корейцы, греки, немцы советские. Главная причина этого, нисколько в тех причинах, которые приводились в указах, издаваемых правительством нашим, президентом Верховного Совета СССР, там приводились поводы. То есть, брался какой-то один факт, который распространялся на весь народ, и за счет этого объяснялась необходимость ликвидации государственности и выселения данных народов. На мой взгляд, причина в том, что государство и руководство советского государства к этому времени настолько уверовало в свою неуязвимость, свою силу и так далее, что оно считало возможным проводить вот такие эксперименты. Государственный произвол был нормой жизни. То есть, мы видим, вот буквально сегодня я читаю газеты 1937 года, печально известный, 1937 года, когда проводились знаменитые процессы, расстрельные над высшими руководителем советского государства, армии, флота и так далее. И у нас здесь, в областях Карачаевска и Черкесска проводятся митинги, на которых наши земляки, которых сейчас уже большей частью нет, многие из которых погибли потом на войне, они полностью поддерживают вот эти все переговоры и так далее. Так скажем, именно в этом была, наверное, трагедия того времени, что государство могло творить все, что хотело со своими гражданами. Вот именно это стало, на мой взгляд, так сказать, ну не причиной, а как бы способствовало тому, что государство хочет сегодня переселять Карачаевска в Среднюю Азию, хочет завтра калмыков переселять в Сибирь, хочет еще что-то производить. То есть, под любыми предлогами. Безнаказанность. Да, безнаказанность. То есть, ну, то есть, руководство считало, что оно лучше понимает, лучше знает, как лучше для пользы страны, и при этом не то, что судьба отдельного человека, который был бы репрессирован, его семья и так далее, судьба целых народов, сотни тысяч, миллионы, если так в общем посчитать, миллионы людей, граждан советского государства, которые и воевали точно так же, и сражались, и работали точно так же, как те, кто остался на места, тем не менее, решением, вот, произвольным решением руководителя государства, им пришлось испытать вот эту тяжелую трагедию депортации, утраты своей родины, за которой последовали, конечно, и очень большие потери. Наверное, нет ни одной карачаевской семьи, которая не коснулась бы та беда. Масштабы той трагедии были столь велики, что люди, пережившие переселение, не хотели и не любили вспоминать об этом. Поэтому о тех событиях мы зачастую узнавали и узнаем из книг, из документов. Я знаю, что та трагедия не обошла стороной и вашу семью. Черкор, конечно, как и любую карачаевскую семью, семью моих родителей эта беда коснулась, и коснулась достаточно жестоко. В семье моего отца, например, из десяти детей вернулось только четверо. В семье моей мамы из десяти детей также вернулись семеро. Маленькими умирали, вот у моей мамы, например, и старший, и младший братик умерли. Именно они уже родились там и умерли буквально вот в маленьком возрасте, в два-три года. И, конечно же, много сказано, много написано. И несколько уже изданий с этими воспоминаниями очевидцев вышли. Все люди, которых и я встречал, и мои родственники, и мои родные, мои родители помнили это время. Отец мой родился здесь, попал туда ребенком, но он помнил это. Мама уже родилась там, но тем не менее, она уже застала более благоприятные времена, уже 50-е, середину 50-х, перед тем, как мы вернулись сюда. Но, тем не менее, вот эти все моменты, конечно же, в нашей семье, и зная, что у нас у всех могло быть не по одному двое дядей или тети, или там трое, могло быть в два раза больше. Это вот потери, которые понес наш народ, в каждой семье неочевидны. И все-таки, мне кажется, любой здравомыслящий человек, когда вот читает, даже читает, не говоря о том же, что пережил в своей семье, читает книги и Фатимы Байрамуковой, и Медихи Шамановой, изданные недавно, да, и Султана Схакова, моего учителя, декана исторического факультета, тоже недавно, на работе, над которым он трудился более, наверное, 25-30 лет. В них всех собраны свидетельства, воспоминания тех, кто пережил эту трагедию взрослым, молодым, ребенком и так далее. Но, мне кажется, если бы мы могли бы, любого, еще раз так скажем, да, из 70 с лишним тысяч, кто там оказался, высланных и вернувшихся с фронта, любого человека, который вот там жил, любого, если мы спросим, его история будет, ну пусть чуть меньше, чуть, ну, любой будет место и трагедии, и подвигу, и самопожертвованию, и трудолюбию вот этому, благодаря которому наш народ выжил, именно благодаря трудолюбию. Ни поддержки государства, как таковое, не было спецпереселенцам, ни особого понимания у местных народов вначале не было, по крайней мере, пока они не узнали поближе. И то, что наши предки, наши родители, бабушки, дедушки выжили и смогли утвердить себя, завоевать уважение и местных народов, и руководство местных хозяйств, это только благодаря нашему трудолюбию, нашему, так скажем, оптимистическому настрою, вере во Всевышнего, что придет за испытанием, всегда придет радость. Вот благодаря всему этому наш народ выжил. Мои родители, мой отец, например, точно так же, как мы сегодня присутствовали, все рассказывали старике о том, как они там начинали работать. Но нет ни одного карачаевца, который родился здесь и попал туда ребенком, чтобы он не начал работать в годы школы. И поэтому многие, мой отец, например, школу окончил 20 лет. Не в 16, не в 17, а в 20, 21 и так далее. Поэтому все-таки, сколько бы мы ни говорили, каждый из нас, дедушек, родителей, прадедушек, каждому из нас есть что сказать, каждому из нас есть что вспомнить. И хотя, так скажем, у всех может быть разные какие-то нюансы, но общая беда была, общее горе, которое мы все пережили с достоинством и вернулись на родную землю. Вот вы говорите «мы». Это было поколение родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Прошло 78 лет, но мы говорим «мы». Эта трагедия не отпускает. Как вы думаете, почему? Ну, на самом деле, не хочется произносить все-таки эти банальные слова, но тем не менее, без прошлого нет будущего, мы всегда это говорим. Для того, чтобы, я честно скажу, я всегда против того, чтобы навязывание молодежи. Вот такие вопросы, такие сложные темы. Молодежь, пока она не поймет это сердцем, душой, умом, пока она сама не поймет это, сколько бы мы ни навязывали, сколько бы мы нет, этого не будет. И наша задача, средства массовой информации, ученых, общественных действий, говорить об этом, но не навязывать. В республике многое делается для того, чтобы люди помнили о том дне. Выпускаются книги, проводятся различные выставки, выходят фильмы. Ученые продолжают проводить свои научно-изыскательные работы. Мы все помним, как в начале 90-х общественная организация «Джемага» тратывала за полную реабилитацию карачаевцев. Но, по вашему мнению, все ли делается для того, чтобы увековечить память людей, подвергшихся геноциду? Конечно же, за прошедшие 30 с лишним лет, с тех пор, как начался процесс реабилитации, очень много было зьян. Вы правильно сказали. Но для меня, как для ученого, как для историка, все-таки кажется, что есть еще большое поле деятельности для органов государственной власти, общественных организаций, ученых. Вот буквально сегодня мы обсуждали этот вопрос в общественной палате. Начнем с того, что на сегодняшний момент до сих пор нет полного списка лиц, подвергшихся депортации. В то время как в соседней Кабардино-Балкарии балкарский народ уже более четверти века имеет вот такие здания, где записаны все, кто был выслан с указанием, кто вернулся, кто умер, кто был там арестован, погиб в Красной Армии и так далее. Эта работа, к сожалению, у нас на сегодняшний момент не сделана. В то же самое время в 2005 году, как мы знаем, был открыт замечательный, уникальный мемориал памяти жертв геноцида в городе Крачевске на месте камня, который был установлен в 1993 году, 50-летию депортации. Вы присутствовали? Да. Будучи школьником, я присутствовал на этом митинге торжественном. И тогда было объявлено о том, что будет создан музей, и вот через, вернее, памятник будет поставлен. И через более чем через 10 лет это было сделано. Но, как мне представляется, памятник, помимо своей какой-то эмоциональной составляющей, он не дает дополнительную информацию, кроме тех каких-то небольших сведений, которые изображены на нем, а для того, чтобы дать вот эту информацию о самой трагедии депортации, о жизни карачаевского народа в местах ссылки, о каких-то моментах, связанных с изучением вот этого процесса, мне представляется, что необходимо создать музей. В принципе, как сделано в городе Нальчике. Я присутствовал при открытии этого музея, посвященного именно вот геноциду балкарского народа. В принципе, там не только экспозиции, посвященную данному периоду, да, трагическому, там экспозиции о прошлом Балкарии, и о знаменитых людях Балкарии, и о каких-то достижениях уже на родине и так далее, и так далее. И мне кажется, что, в принципе, город Карачаевск, как, так скажем, культурный и исторический центр Карачаевской автономной области, карачаевского народа, он заслуживает того, чтобы в нем был музей до депортации. Он был этнографический, конечно, но в данное время, на мой взгляд, это одно из важнейших, необходимых, так сказать, мероприятий создания музея рядом с мемориалом, ну, желательно, в одном ансамбле, чтобы это было архитектурным и так далее, для того, чтобы любой, кто посещает этот мемориал, мог не только увидеть его, так сказать, впечатлиться мастерством архитектора, скульптора, художников, какие-то эмоциональные переживания получить, но и зайти, ознакомиться с реальными фактами, документами, какими-то, может быть, видео, фото, материалами и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, такие глобальные, на мой взгляд, проблемы еще перед карачаевским народом стоят, и хочется надеяться, что общими усилиями в ближайшее время они будут решены. Спасибо. Спасибо вам за беседу. В воскресной школе Никольского собора Черкеска состоялась конференция, посвященная особой дате – Дню памяти жертв политических репрессий. В ней приняли участие представители общественных организаций казачества, а также историки, студенты и преподаватели. Подробнее в репортаже Карчи Беджиева. Для Карачаева Черкесии день памяти жертв политических репрессий по-особому значим, говорит священник Александр Гурин. Уже несколько лет батюшка по крупицам восстанавливает трагические истории и судьбы, работает в архивах и публикует исторические документы о расстрелянных и погибших в ссылках священников, монахов и просто обычных людей. Сегодняшняя конференция посвящена тому, чтобы и молодое поколение изучало свою историю и знало эту историю, и не повторяло ошибок, которые были допущены в прошлом столетии. То есть, чтобы не было кровопролития, чтобы уважались традиции, обычаи тех народов, которые проживают на территории нашей большой страны. И, конечно же, мы надеемся, что имена тех, кто несправедливо был в свое время репрессирован, они будут постоянно реабилитироваться. Мы должны знать свою историю, особенно наше молодое поколение. И надеемся, что это мероприятие принесет свой результат. Выставка и конференция, посвященные трагедии, на данный момент очень важны, так как сегодняшняя молодежь мало знает о тех темных временах, рассказывает историк Шамиль Батчаев. Многие не понаслышке знают, какие страдания и лишения перенесли люди из-за политических репрессий того времени. Чистки подверглись все слои населения – партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция, духовенство и люди по национальному признаку. На выставке были фотографии прошлых лет. Мы проводим выставки, посвященные и депортации карачаевского народа. Два года назад я проводил выставку «К столетию расказачивания». То есть мы стараемся в своей работе основные такие моменты трагические истории наших народов отражать хотя бы на уровне того материала, что у нас имеется, проводить пусть небольшие, но выставки для того, чтобы посетители архива, кто приходит работать в архив, могли ознакомиться и получить представление. Понять и поддержать наших предков, которые прочувствовали на себе, как их депортировали, как им было сложно. Мне кажется, это мероприятие нужно провести для того, чтобы сегодняшнее поколение знало, как сложно было людям. Как считают гости мероприятия, многим священнослужителям и историкам нужно принимать участие в таких конференциях, чтобы среди молодежи возникло понимание того, что большая часть народов прошли этот тяжелый путь. И всем людям нужно извлечь плохие уроки из прошлого, чтобы они не повторились в будущем. Карчабиджиев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев 2021 года. Заместитель министра Ансар Баташев подвел общие итоги работы органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии, дал оценку ряду направлений отдельным подразделениям и руководителям. Особое внимание было уделено вопросам раскрываемости и профилактики преступлений, противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и другим важным направлениям. Отдельно обсуждены итоги деятельности в отчетном периоде в отделах внутренних дел Зеленчукского и Прикубанского районов. Рассмотрен вопрос о мероприятиях, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также вакцинации личного состава ведомства. Согласно рейтингу деятельности органов внутренних дел в регионе, переходящий кубок за первое место достался ОМВД России по Малокорчаевскому району, второе место занял ОМВД России Адыихабльский и третье досталось ОМВД России по Усть-Джигутинскому району. По итогам совещания дана оценка достигнутым результатом рассмотрены имеющие недостатки и организации работы и намечены меры по их устранению. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите вместе с Аллой Динаевой вести. Хорошего дня и до завтра на канале Россия-1. Субтитры создавал DimaTorzok